Удивительно, как быстро летит время. Вот мне казалось, что еще только-только недавно был Новый год, а на календаре уже март. И, кстати, про скорости. Фестиваль скорости Байкальская миля прошел с 27 февраля по 1 марта. И сегодня вот так же молниеносно у нас уже появился гость, который непосредственно был там и представлял Краснодарский край. У нас в гостях Виктор Докучаев, директор, пилот мото-команды Power Laboratory. Правильно? У меня английский. Виктор, доброе утро. Расскажите нам скорее, что это за фестиваль, в чем вообще его суть? Фестиваль проходит уже второй раз. На льду Байкала организовываются гоночные трассы длиной 1 миля и квалификационные в 1,8 миля, где пилоты различных транспортных средств пытаются развить максимальную скорость. То есть не только мото? Не только мото, в этом году был даже вертолет и аросани, и реактивный, и там самодвижущийся самокатик. Как, вертолет на колесиках тоже разгонялся? Вертолет летел на максимально допустимую возможную высоте 20 метров над землей. А-а-а. Существует для мотоциклов шипованная резина. И для того, чтобы участвовать в этом вообще действии, вы сами шипуете колеса? Мы сами готовим технику совершенно. В общем, чтобы гонять на льду, это совершенно другие условия. Это не асфальт, не соль, не песок. Нужно технику готовить совершенно к разным обстоятельствам. Помимо шипованной резины, там много других факторов. Во-первых, это отрицательные температуры. Сколько градусов было? Ну, когда мы прилетели в Улан-Удэн 25-го числа, было минус 22, нам вообще очень сильно не понравилось. А ты еще разгоняешься, ветерок, если так было, и кудри. Так приятно, да, волосы назад. В течение недели температура чуть росла, там самая максимальная была, по-моему, минус 12. Ну, жара. По тем меркам. Для нас, жителей Кубани, конечно. Так вот, кстати, у нас и такое тоже, мне это очень было любопытно узнать. У нас нет ни льда, ни морозов, ни каких-то вообще сопутствующих условий. Как вы готовитесь, готовились к этому фестивалю? Да, где тренируетесь? В прошлом году тренировались в Москве на Грибном канале. В этом году нам и это, к сожалению, не удалось, поэтому... Канал не замерз? Канал не замерз, да, к сожалению. Дальше в Москве. Вот. И нам пришлось, в общем, ехать, так сказать, на теоретических выкладках. Ну, слава богу, все прошло удачно. Так вот, удачно нам хочется больше подробностей. Как в этот раз вы и в прошлом году, правильно, я понимаю, были? Да, мы в прошлом году участвовали. И, соответственно, по опыту прошлого года... Прошлый год для нас был, естественно, большим таким испытанием. Ну, первый раз, конечно. Вот. В этом году по опыту ошибок прошлого года мы модернизировали технику. И Triumph, Rocket 3, который мы выставляли, это наш там проект. Мы его называем Dreadnought, так как это английский мотоцикл. Соответственно, самый большой бронированный корабль Dreadnought вот так и у нас. Ну, неофициальный рекорд мы до сих пор держим. Мы самый тяжелый, самый большой мотоцикл у нас, да. Сколько он весит? 359 килограмм после доработок, там, максимальное облегчение. Ну, для сравнения, например, там, гоночный болид Аполлуза из Индиана Scout, он весил меньше 150 килограмм. Так, это для того, чтобы максимальную скорость, самый тяжелый. Да, ну, как бы серийная его масса почти 420, по-моему, мы его так тоже подхуднили чуть-чуть. А если по поводу скоростей? И разогнались мы в результате на нем 176 километров в час. По льду? По льду, да. Но очень долго тормозишь потом. Да, там достаточно большой тормозной вылет, так что проблем с этим нет. Значит, это самая высокая скорость для мотоциклов класса круизер, ну, и рекорд для класса мотоциклов с двигателем. Но все, есть у нас рекорды уже по нескольким. Почему лед? Вот честно, я слушаю вас, я никак не могу понять, почему у нас можно ездить круглый год по асфальту, по абсолютно прогнозируемой среде. По красотам Краснодарского края. Почему вот вас так манит именно вот это направление? Почему туда? Ну, во-первых, это Байкал, священное озеро Байкал, конечно, когда первый раз туда попадаешь, заболеваешь вот этим местом, очень хочется туда возвращаться. Ну, и во-вторых, у нас нигде нет такой возможности, когда ты смотришь и видишь перед собой, то есть ты понимаешь, что у тебя нет предела, ты можешь разогнаться до любой скорости. То есть нет никакой линии тебя ограничиваешь. Второй наш проект, который мы в этом году привезли, это антикварный спортивный мотоцикл Харли Дэвидсон, Харли Дэвидсон WR. Что интересно, ему 78 лет, его удалось разогнать до 78 километров. Символично! Символично, да, 78 километров. Ну, то есть на следующий год мы выпадем. И за рулем сидел 78-летний человек. Нет, 42. Да, я лично его демонтировал, да. Хитрик думал сейчас. В дальнейшем, то есть через год в любом случае поедете? Да, через год снова поедем, да, потому что у нас есть задача. Триумф на асфальте разгоняется до 200, хочется добиться, чтобы он тоже самое сделал на льду. Будем совершенствовать старичка тоже, посмотрим там, что как. И хочется подготовить еще один проект, ну, то есть развивать это направление, соответственно. Мы желаем вам успехов, желаем новых высоких скоростей. Огромное спасибо. Виктор Докучаев у нас сегодня был, пилот, директор команды Power Laboratory. Друзья, присоединяйтесь к нам, участвуйте, побеждайте, ставьте рекорды. А это хорошее утро, мы совсем скоро вернемся.